Поразило меня приложение, которым мы активно пользуемся и сканируем, так сказать, бэджи, получаем информацию. Я в первый день залез, у меня там такую аналитику выдало по всем посетителям, по отраслям, то есть прям выше всех похвал. Сегодня последний день выставки безопасности и охраны труда. И вот сегодня в третьем павильоне собираю впечатления о выставке. Очень рад встретить Василия Растворова. В этом году он экспонент, участник. Компания «Аптрель» представляет свои уникальные продукты, во всех смыслах уникальные. Это инновационные, я бы даже сказал. «Аптрель» известен своими средствами защиты сварщика. Остается этот фокус? Да, добавился еще один фокус. Это средства защиты органов дыхания. Здесь у нас представлен наш инновационный, или даже, можно сказать, революционный блок «Свис Аэр», который революционен и инновационен своей универсальностью и компактностью. Основная проблема у блоков примирительной очистки воздуха – это вес, вес, объем. Мы решили с помощью ряда технологий, новинок, скажем так, технологических, решили вопрос. Сделали его маленьким и плоским. Вот здесь он у нас представлен и имеет, имел, имеет, наверное, повышенный спрос и интерес посетителей. Выставка, да, мы наконец-таки после 2019 года здесь выставились. Мы планировали прошлый год, но вот ковид мешал карты, путал. Мы очень рады, что мы здесь наконец-таки оказались. Что могу сказать, посещал я их каждый год, но вот участие с 2019 года очередной раз поразила организованность. Само событие широко освещается и создает то, что я увидел, скажем так, с удивлением людей, которых я знаю давно, которые никогда раньше не посещали выставку из регионов. Сейчас почти всех я увидел, удивлен положительно, да, что все-таки событие такое. Хочу еще раз Асиза поблагодарить. С учетом дефицита времени и фактически того, что я организовывал выставку сам, я справился. И неплохо, потому что очень много автоматизировано. Все хорошо. Поразило меня приложение, которым мы активно пользуемся и сканируем, так сказать, бэджи, получаем информацию. Я в первый день залез, у меня там такую аналитику выдало по всем посетителям, по отраслям. То есть прям выше всех послал. То есть очень хорошо, сравнивая с теми же Сочи, где у нас тоже есть такая проблема, что то ли визитки не делают у нас специалистам по охране труда, то ли они их не берут. Но у нас, в общем-то, контактов там за неделю 45-50. Здесь первый день 60 сканированных уникальных бэджей со всей информацией и контактами. То есть с точки зрения выставки цели обычно это новые уникальные контакты, а не там, скажем так, встретить всех тех, которых ты так знаешь и видишь там ежегодно в течение года много раз. И у нас, конечно, очень большой успех в этом. Мы добились своих целей и очень много уникальных клиентов. Я понял, что компания все равно остается на российском рынке, несмотря ни на что. И поддержка дистрибьюторов там, и склады. Остается технические какие-то вопросы решаются. Абсолютно верно. У нас рынок уже столкнулся. Не все еще осознали, к сожалению, но они в процессе осознания, как это сейчас, степень отрицания, еще степень принятия не наступила у клиентов в связи с уходом такого гиганта мирового, как Триэм. Пока стадия отрицания. Ну и мы, понимая и предвидя, так сказать, последствия, мы не можем оставить рынок и уйти в такой трудный момент. То есть люди, которые привыкли к качественным средствам защиты органов дыхания, если мы уйдем, кто останется? Нет. Поэтому мы есть, наоборот, планы расширять свое присутствие. У нас есть, говорю, налаженные логистические каналы, есть запасные логистические каналы. Ну, в общем-то, без увеличения стоимости. Поэтому мы будем держаться и расширяться. А тем, кто уже использует продукцию Аптрель, остается ли для них возможность сервисного обслуживания, закупки этих расходных материалов? Конечно. Мы планировали расширить сеть сервисных центров в этом году. К сожалению, из-за того, что это требует обучения персонала, несмотря на то, что казалось бы, что там нужно, тем не менее, обучение требуется. Ввиду того, что есть ограничения по перемещению людей, скажем так, мы немножко откладываем, но перенесли на первое полугодие следующего года дополнительно три сервисных центра. Все остается, все расширяется, наоборот, увеличиваем. Раз уж мы о продукции заговорили, были какие-то новинки? Да, новинка есть. Одна маска совместно с блоком очистки воздуха Swissair, совместно с ним, это решение для сверхтяжелых применений. Просто, скажем так, общий слоган компании. Но тут сравнивая, опять же, особенности работы в России, например, и в Европе, в России практически вся сварка – это сверхтяжелые применения. Это маска новая, которая уникальная, очередное уникальное инновационное решение – интеграция с каской. Никаких аналогичных решений в мире пока нет. Мы первые, я думаю, очередной раз зададим, так сказать, тренд, куда стремиться. Вот маска сейчас находится на сертификации, и я думаю, что к лету 2023 года она появится на рынке. Василий, а есть ли у вас какие-то решения, особенные для вот этих современных типов сварки, которые вот прямо буквально в гаражах, в автосервисах используются? Я забыл, как называется. Волткеп. Да, да, да. Есть, это такая, не хочу обидеть, сказав, полпрофессиональная, а подразумевается сварочной работой низкой интенсивности, и она позволяет дать больше комфорта при ношении. То есть это решение такая, маска, кепка, у нас вот одна на стенде как раз представлена. Именно с точки зрения, что невысокая интенсивность и повышение комфорта, да, можно работать в гараж, в мастерская, авторемонтные мастерские, например, у нас в Западе очень ценят. Уже забронировали на 2023 год? Нет, но я потороплюсь. У вас место очень хорошее, я считаю. Все, Нел, все. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok